Юные борцы греко-римского стиля из 60 регионов страны, всего более 400 атлетов, стали участниками первенства России среди юношей 2002-2003 годов рождения. Соревнования посвящены заслуженному тренеру России Юрию Крикухе, всероссийский турнир памяти которого обычно проводится в Омске в эти сроки. Ребята впервые, некоторые вообще пробуют себя в столь серьезных соревнованиях. Мы очень рады, что нам удалось на Омской земле собрать именно такое яркое представительство нашего вида спорта. В этом году первенство носит имя памяти моего отца Крикухе Юрия Александровича. Тоже такое знаковое для нас событие. Подобный масштабный борцовский форум уже проходил в нашем регионе в 2016-м. Тогда Омск принимал первенство России среди ребят постарше. Происходило это после долгого перерыва, поскольку предыдущий общероссийский смотр юных борцов состоялся в Омской области в 2008-м году. Зрелищность борьбы, ее нельзя оценить по телевизору или по телефону. То есть стать свидетелем действительно вот этих захватывающих поединков, бескомпромиссных, именно в таком возрасте, ну, наверное, это самое главное. Очень хочется, чтобы наши ребята, омские, были на лидирующих позициях, потому что это очень важно. За борцовскими поединками наблюдали члены тренерского штаба юношеской сборной России по греко-римской борьбе. Пристальное внимание к победителям и призерам. В списке сильнейших и омские борцы. В нынешнем году в медальной копилке региона две бронзы. Одна из них на счету Даяна Нигматова. Про финальный поединок меня тренер все подготавливали, сказали, чтобы я занял третье место. Они мне подготовили, я вышел и занял третье место. Я бы там выиграл чисто технически, но допустил ошибку. Когда я накатил, сбил в партер и два раза накатил, и третий раз у меня захват был плохой, у меня мальчик чуть-чуть накрыл. Правую, правую, прижми к корпусу. Финал за третье место в весовой категории до 53 килограммов. А мяча Руслана Хамзина поддерживает весь зал омского велотрека. От президента региональной федерации до многочисленных болельщиков. Соперник был физически сильнее меня. Я переграл его тактически, технически и победил его. Две бронзы и два пятых места. По словам специалистов, нынешнее первенство страны в этом возрасте можно считать для нашей сборной удачным. По сумме набранных очков мы уже превзошли наши пятилетние, за ближайшие пять лет результаты. Поэтому это говорит о том, что мы не ошиблись в выборе возрастной категории, что взяли именно эту Россию. Ну и, конечно, приятно, что эти ребята попадают в сборную и уже несмотря на юный возраст будут иметь шанс участвовать в международных турнирах, представлять нашу область уже как сборники России, официально попасть в списки. Поэтому это, конечно, нас очень радует. Редактор субтитров А.Семкин